Магадан 10 февраля Магадан оказался под ударом стихии. Ураганным ветром была сорвана кровля у многоквартирного дома по Пролетарской 82. В ситуацию вмешался лично заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, давший поручение главе Магадана взять под контроль ход восстановительных работ. Во исполнении данного поручения муниципалитетам на соседнем здании по адресу Пролетарская 84 на днях была установлена система видеонаблюдения, чтобы в режиме реального времени следить за ходом работ на крыше. Для того, чтобы было понятно, как проводятся восстановительные работы по восстановлению всего этого, мэром была поставлена задача установить камеру для постоянного наблюдения за рабочими. То есть мы в данный момент можем в онлайне контролировать и наблюдать, во сколько рабочие пришли, во сколько они убыли отсюда. То есть весь процесс сегодня восстановления нами будет контролироваться. В момент съемки этого материала ни одного рабочего на крыше пострадавшего дома не оказалось. Но руководитель подрядной организации, восстанавливающей кровлю, пояснил вечернему Магадану, что у них в это время обед. Вовремя ли пришли рабочие с обеда и пришли ли вообще, теперь точно знают в мэрии Магадана. Знают ли об этом в фонде капитального ремонта Магаданской области – вопрос открытый. Бывшего главного врача Хасынской районной больницы подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Сотрудники следственного управления возбудили сразу два уголовных дела. По версии работников ведомства, мужчина проживал в съемной квартире в поселке Палатка и оплачивал ее и средств в больнице. В результате указанных действий учреждению здравоохранения причинен ущерб на общую сумму 360 тысяч рублей. Кроме того, мужчина в 2017 году сделал ремонт в указанной квартире, оплатив его стоимость также за счет средств больницы. Совершив таким образом растрату на сумму более 44 тысяч рублей. Уголовные дела возбудили на основании материалов, собранных Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области. Сейчас по этим делам проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. Родители магаданских детей взволнованы переносом времени ужина в детских садах. По их словам, теперь ребята будут ужинать с 18 до 18.30 часов. Некоторые дети в это время посещают спортивные секции, танцы и различные кружки и на ужин не успевают. Поэтому их родители обеспокоены тем, что ребята останутся голодными, так как полдник в детских садах Магадана проходит в 16 часов. У меня ребенку 6 лет, он ходит у меня на секцию каратэ 3 раза в неделю. Она начинается в 16.50. Раньше ужин был, получается, в 16.30, да, вот в это вот время. То есть он ужинал, и мы шли спокойно на секцию. Домой мы приходим в 8 часов вечера. Если сейчас ужин сблигается, ребенок у меня не ест, остается голодный, идет на секцию голодный. Получается, ужинает он у меня только в 8 вечера. Поэтому я, конечно же, против. И когда мы забираем детей, бывает такое, что в 6 вечера остается буквально 2-3 ребенка. То есть, за кого это сделано, непонятно. Родители отмечают, что новые нормы СанПина противоречат распорядку жизни детей вне детского сада. Воспитанники посещают и другие учреждения дополнительного образования. Из-за позднего ужина, по словам родителей, иногда на занятия дети уходят голодными. Многие дети не успевают просто поужинать и приходят на тренировки ехать голодными. Они покушали только на полдник. И, конечно же, это сказывается неблагоприятно на их здоровье. Это проблема для родителей, потому что они забирают детей пораньше, чтобы ребенок успел переодеться спокойно. Чтобы все было не в торопях. Вот такой вот момент. В детском саду комбинированного вида номер 15 проблем с переносом времени ужина нет, отметили работники учреждения. Вечерний прием пищи в этом заведении перенесли позже, но на небольшое время. В целом, по словам заведующей дошкольным учреждением, это не вызвало жалоб родителей. В связи с принятием с первого ввода с 1 января 2021 года новых СанПИН, режим питания детей, ужин, перенесен на более поздний срок. Это связано с чем? С тем, что если раньше в СанПИНах было 95% мы должны были детям выдать питание в день, то сейчас это 100%. Поэтому между ужином и полдником время должно быть 2,5 часа перерыва. И в результате нам пришлось перенести ужин всего лишь на 10-15 минут позже, чем было раньше. Детский сад комбинированного вида номер 15 выдает ужин в 17.30. Как только начинается раздача питания, младший воспитатель приносит ужин, и дети получают заключительный прием пищи. По словам специалистов, перенос ужина связан с тем, что дети после полдника не успевают проголодаться и не съедают свою положенную норму. Сейчас вышли санитарные правила новые, там уже режим дня установлен. В новых санитарных правилах установлен режим дня при 12-часовом пребывании, где написано в режиме дня, что ужин на 18.30 выдается, 18.30. Но также, возможно, выдача уплодненного полдника за место ужина. То есть тут руководители детских садов и департамента образования самостоятельно принимают решение, как они работают. Либо по режиму, который устанавливается санпином, либо будут менять ужин полдником. Тут санпином допускается. Вопросы графика питания детей руководители детских садов решают самостоятельно. Поэтому договариваться о времени выдачи полдника и ужина ребенку родителям следует в самом дошкольном учреждении. Областная профильная смена военно-патриотической направленности «Снежный десант-2021». В рамках программы губернаторский лагерь пройдет в конце марта. Место проведения соревнований на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Северный Артек». Участниками станут команды магаданских школ и команда молодежного патриотического клуба «Наследие». Клуб – это организация, привлекающая молодежь города к изучению истории родного края и отечества, воспитывающего молодежи дух патриотизма. Сейчас в клубе юноши и девушки проходят активную подготовку к соревнованиям. Мы принимаем участие в качестве участников. У нас сейчас идут тренировки. Это и строевая подготовка, это и огневая подготовка, разборка-сборка автомата, стрельба. Это физическая подготовка. Также там есть домашнее задание. То есть там творческий номер готовим, очень интересный. Ну, надеюсь, будем побеждать. По словам Данила Сомова, первоначально проведение соревнований планировалось на конец февраля. Но из-за пандемии сроки проведения сместились. Теперь тренировки проходят с минимальным количеством участников группами до пяти человек с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На базе клуба тренируются также вторая, двадцать восьмая и двадцать девятая школы. Заявки на участие подали 16 команд. Международный детский центр «Артек» приглашает ребят 5-11 классов общеобразовательных организаций Магаданской области на четвертую смену «Мы, дети галактики». Она пройдет с 20 марта по 9 апреля 2021 года. Чтобы стать участником, нужно зайти на портал «Артек.Дети», создать личный кабинет, загрузить свои достижения за последние три года. Отбор идет через автоматизированную систему АИС «Путевка». Оплата проезда и сопровождение группы осуществляется за счет средств областного бюджета. Заявки принимают до 3 марта 2021 года. По возникшим вопросам и проблемам с регистрацией в системе, можно обратиться до 3 марта в Министерство образования Магаданской области по телефону 8-413-2-643-132. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель. Пропусти пешехода.